40 минут минус 40 баксов, около 12 килограмм черной икры. Это дни славяне, ё-моё, у тебя прям клюет всегда. Довольный капец, это уже вторая. Чё творит камерунец? Hello we're in Rivan. Мы начинаем наше путешествие на рыбалку, но начинается она как всегда со строительного магазина. Работа не оставляет нас. Вам ехать 4 с половиной часа. Мы едем в штат Теннесси, первый раз я там буду. Вас ждёт, надеюсь, увлекательный контент. Осётр, мы идём. Погнали! Мы поедем, мы помчимся. Итак, рабочий день закончен. Мы сделали одну доставку из двух магазинов. С нами Павел. Не знаю, ещё разрешение не спрашивал снимать. Это в Америке ещё пожалуется на меня. Оператор Артём и я штурман Юджин. Едем. 4.47 показала карта Гугла. Всё остальное дальше. Какие-то подробности расскажу после. А пока чё? Пока поехали. Вперёд выезжаем из Шарлотта. Заправочка сейчас будет. 7 MPG показывает. 8 MPG на галлон. Пацаны, доставайте почки. Будем скидываться на бензин. За 10 часов сейчас промотает Полину, мне кажется, придётся поменять потом на бензин. Здравствуйте! Я на превьюху это лицо. На превью. На рыбалку. Короче, здравствуйте, чё у нас? Первое с тобой... Ой-ой-ой-ой. Пацаны только сказали. Говорят, так ливня же нет. У нас там портели, короче, тряпочные сзади. И это мне не нравится, вот такой дождь. Местами, походу, да, подмочил. Но нам сейчас на заправку... Мы сколько до заправки? Там 4 минуты. 6 минут мы заныриваем на заправку, заправляемся, потому что бензина тоже осталось очень мало. А так всё, чтобы вас лишнее не напрягать, не отвлекать. Всё, едем дальше. Ну что, товарищи гангстеры, пацану надо помочь, говорю, а то вырастет. Гангстеры. В деревню в какую-то заехали. Вот, везде на пицце Америка, Господь. Всё. Республиканский штат. Очень-очень чувствуется это. Вот в таких мелочах. Первая заправка 112 долларов. Набрали вот детские наборы. И вперёд едем. Ага, вот ещё, вот ещё. Вот это круассанчик, такой чакр. О, чакр, ты без генды, ты салат, опаемого масла. Здравствуй, Индонезия. Поехали. Не знаю, передаст ли или нет видео, просто мы не успели включить камеру. Сбоку ещё были такие же горы. Но в целом выглядит это неплохо. Мы как бы горами были богаты в Сибири, но как бы красивый. Вид вот этот красивый, гляньте. Такие пейзажики буду снимать и вставлять, потом нарезочку. Может быть разбавлю в общее видео. И вообще, надо же показать вам осетра. Надеюсь, смогу это сделать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Рыбалка объявляется открытой. место потрясающе реально white такой прикольный когда едешь что за примечательно что постройки все новые подъезда сюда и постройкам лет пять короче кто-то вот видит видимо в этом перспективу опять же в недвижке в этом месте возле озера возле реки вы за это покупает или продается у нас есть вот такое озеро выход к озеру там вот дом тема снимал когда мы не знаем что здесь водится что здесь клюет но мы приехали как вы знаете мы приехали на осетра здесь он по-другому выглядит но где еще идет селедка в прошлый раз ребята были в том году они поймали одного осетра там было около 12 килограмм черной икры одного сестра ловить можно в чем короче фишка в том что 15 дней открывается сезон с дамбы где-то его отпускают дамбы отсюда 20 минут и осетр идет вместе с селедкой покупаешь лицензию по моему 60 долларов она стоит на человека узнаем еще не покупали сейчас онлайн здесь мы не знаем что ловится мы попробуем конечно покидать здесь я не рыбак есть со мной рыбаки покруче покидаем здесь посмотрим что будет я буду снимать вот с этой камеры с этой малютки новая камерунка подарок на на день рождения вот поэтому посмотрите как будет окей пойдем раскладываться и уже там пацанов уже руки чешутся уже закидывать и стоит стоять смотреть что тут и думать и думать о высоком кстати пахнет капец пахнет как вкусно добро пожаловать в наш дом смотрим здесь немножко атмосферы 19 века глядите или какого 17 века можно наслаждаться разговорами по душам под треск камина как только этого надоест вы можете выйти на балкон посмотрев прежде в перископ здесь у нас где включается здесь у нас включается свет и включается вот эта чудесная подсветочка где-то однозначно наслаждаться видами на реку надеюсь которые есть рыба потрясающе идем дальше не это не раскладывается кухня честно такая себе я вам могу сказать с артёма мы бы ее обновили и малыш он просто где малыш они если виктор александрович продавствует у нас саландры пойдемте пожалуйста они пока пошли наверх мы идем вниз так сказать о пачке здесь у нас игрушечки полотенца два весла выход опять же козыру можно это сделать что-то я включил а включил свет на улицу и очень важный моментик смотри моментик очень важный посмотрите пожалуйста сюда очень важный моментик вот этот о о горячо о горячо в бурлящей джакузи мы будем наслаждаться видом на реку добралась говорит душа до джакузи с жалюзями за кровати опять же тресками навсегда приветствуется дом всего стоит 100 долларов в день на всех поэтому тяжело вас то но как бы мы потянем второй этажик поехали заходим заходим вот через вот это здесь кто-то может спать один и сплевывать не внизу лежащего за эту комнату по ходу сейчас будет драка рак как 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 я буду принимать два но сегодня здесь смотрите какой стульчак интересный тут можно вот взбираться и чувствовать себя вот кем-то не знаю кем тут душик шик-шик если что горшочек вари туалетик надеюсь вам дом зашел так же как и нам пока почему меня взяли на рыбалку естественно все больше не доверят кухари кухари да нет на самом деле мы смотрим карты где мы на дамбе завтра встанем рассказываем истории вот только кури бы ловил поэтому следите за новостями друзья в наше время иметь хороший vpn-сервис на своем устройстве это просто необходимо и сейчас я хочу порекомендовать один из них он работает на операционной системе android и ios это единственный vpn-сервис который может шифровать и обрабатывать трафик выборочно например вы можете поставить чтобы vpn работал только на инстаграме и прогружал картинки с youtube а остальной трафик будет работать без vpn также приложение имеет обычный режим в котором весь трафик будет проходить через vpn классное приложение проходите по ссылке в описании скачивайте пользуйтесь на здоровье мы за безопасный интернет и очень важно это бесплатное приложение добрейшего утречка отчитываюсь в пять утра проснуться не получилось проснуться только в шесть быстренько собрался за полчаса чтобы с пацанами успеть приехали первым делом волмарт что хочу заметить волмарте короче здесь дело другое это этого мне шарлотовский волмарт выбора побольше видимо потому что тут река и людям нужен ассортимент поэтому три ряда полностью здесь уже одежда и что примечательно здесь продается вот такие вещи вот такие вещи здесь продаются сразу же в магазине у нас насколько я знаю такого такого не поднабрали немножко еще вот этих бюджетов с нами почему они здесь есть мы там одни будем по ценникам вот примерно смотрите 4 5 долларов воду самая на сама как нам сказали паша вчера сомника поймал одного ценники такие это вот сама он схватил вчера эта приманочка печень сосиски сардельки и вот всякие блесна рыбки и блесна по доллару по 2 по 97 центов вот такие как они называются эти сразу уже плетеные по доллар 40 вот эти вот возьму одну розовую таких две штучки возьму не знаю зачем они нужны ну а вот такую вот возьму просто а нет давайте вот так вот так и и вот и вот так катушки 69 49 все 943 доча удочку кстати попросила удочки для детей вот с муаной на 12 долларов а вообще сейчас хочу у них будет стою что нужно лицензию очень один борт уехал у нас какой-то кипиш с у них с компьютером мою лицензию забивают уже три раза и скидывается не знаю 20 долларов она стоит внутри дня третий раз уже стоим ли пацаны уже поехали но мы отдам бы 6 минут я сейчас снимаю на телефон ну там я буду снимать на вот эту камеру новую полу каще не привык тетка покупает короче мы стоим покупает дробаш не спрашивая думаем что если она сейчас начнет туда совать маслята то мы наверно лицей не будем я понял куда я уйду и спрячет все итак короче гайз мы приехали сейчас я уже снимаю получается на подаренную камеру осмо в таком месте получается мы находимся вот она сама дамба мужики приехали пью чай что у нас по крючкам вот такая тема 6 долларов 6 половиной долларов это стоит такой крючок сразу с грузилом идея в том что без всякой наживки просто ты его должен поймать так сказать подсечь просто за брюхо за нос за хвост от этого осетра которую с дамбой там сейчас спущены вот поэтому короче будем пробовать цены заряжены все окей вот он вот он нифига а вот он просто грузило и крючок это да да все так же да только у меня дорогущий за 650 рублей крючок короче смотрите как я ее на такой крючок вообще поймал но я довольный капец это уже вторая говорят пацаны с ней вместе кидать а чё на кровь кто-то приплывет ну давай с ней покидаю 40 минут минус 40 баксов шесть крючков минус а нули рвется все крючок а потом грузит у него крючок вот тут а грузило дальше сейчас будем пробовать вязать еще здесь вот крючок сюда я отправилась сейчас я здесь крючочек сделаю и оставляю место подгрузило внизу правильно правильно но надо еще вот здесь намотать с обробно он не шел 5 унций сколько 28 грамм 150 грамм здесь и вот это на на нанес крючок вот как моя ладонь это дни славяне и моё весь берег он гляньте на x20 всего делает у меня камера чё творит камерунец что творит что творит камерунец она захидываем вот так и вот так погнали докладываю гайс обстановка следующая осетра спустя полтора часа нет что-то смеешься сидит смеется он хохочет так это выглядит все хотят попытать удачу пловят только он там птицы для тех кто подумает что мы не умеем делать снасти хочу сказать что тут у всех все одинаково одинаковые крючки одинаковые грузило и как бы все чай леска вот так делаешь вот так раз стоишь все и вытягиваешь и тратишь крючки поедем домой у нас же пирс дома который вы видели вчера поедем домой с пирса порыбачим пожрем там курицы осталось а может заемку дочень пахал и хаса конце к ухты ухты глянька ё-моё туда он за этот закинул ты кто таков чё творит камерунец ё-моё давай я ему сказал сейчас едем говорит не поеду давай покидаю короче он там китайцы китайцы селедку ловит но ловит наверно на другую на другую наживочку а так ребята подтягиваются еще один кстати очень важный момент сказали что ребятам звонили кто здесь осетра ловил они сказали что лучше это делать когда шлюзы открыты течение появляется и он как говорится здесь получше получше живет приехали мы короче на свой пирс сюда здесь короче нифига не ловится не особо клюет но здесь меня на рыбу мы видим ее она плещется вновь локоть наверное как у меня может чуть побольше всякую короче вот тёма смотрите по лес может контенте сейчас будет нормально вот здесь прям плавала сейчас ребёха здоровая но с локоть на больше сейчас будем пробовать поймать поймать погнали так гайс время час обстановка так себе рыбы нет рыбы не язык на самом деле мне нравилось на океане рыбачить на платный пирс приходишь когда там все так же комфортно уютно водичка там есть где можно ручки помыть там тут же магазин это в магазине мы покупали креветки и найти креветочки возле пирсика ты просто на дно делаешь у тебя прям клюет всегда ты вытаскиваешь с ладонь чуть больше ну я вытаскивал на почти как локоть одну самую большую такую-то тип океанской форели как она называлась вот было прикольно я думаю здесь также будет но на самом деле здесь не так там было тоже день сейчас день говорят что днем плохо но там был день но все равно ловили сейчас наверно пойду посплю и пойдем вечером сюда опять чё творит камеру нет короче и теория с креветкой по ходу работает я не знаю кто это но только подцепили креветку 10 минут на донышку походу я буду сейчас тут как на океане это делать вот короче так стоп кто это вообще такая-то остро бас какой-то наверно тихо 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 ты отпустишь не я эту тостах вот это обязательно главное им нужно уже разделанную они любят разделами так сказать чтобы уже о них позаботились вот пустая короче вот так вот зацеп делаем за за хребетушку надо очистить все не не чищеные любят профессионально так базарит так так чип прикинь да на креветку нахер креветка вообще топчик оказывается давай прям сейчас же сейчас ставим на дно а